На ваших экранах новая порция видео из квартиры пенсионерки Валентина Трифонова. История с ремонтом крыши дома по улице Первомайский проспект 9 уже можно назвать долгоиграющей. Практически весь прошлый год, начиная с весны, мы акцентировали внимание на ее чаяние. И летом вроде бы ситуацию исправили, все отремонтировали, но сегодня все вернулось на круги своя. Ведь было сказано четко, самое важное, правильное содержание крыши, а это уже работа управляющей компании. Если сейчас сравним, да, там у нас тоже было же уже определенное обращение, мне кажется, по весне, где-то в начале лета тоже. Мы направили туда подрядчика, он попал на кровлю, посмотрел, все обследовали. Элементарно были забиты точно так же водоприемные воронки листьями, грязью и так далее, и народными предметами. После того, как прочистили все лето и всю осень, и вот до какого-то момента, пока не стал выпадать снег и не забились водоприемные воронки и желоба, у бабушки не текло. То есть это элементарные средства содержания. Если обеспечить как раз таки, ну, такой простой пример, вот не прочистив сейчас улицу, машина не проедет. По большому счету, сейчас все кажется простым. Управляющая компания должна направить людей очистить крышу и кровлю от снега, и тогда течь перестанет. Но фактически за этим должна следить жилинспекция. У нее штрафы вполне серьезные. Почему там бездействуют? Другой вопрос. Впрочем, что уж тут говорить, если работу этого надзорного ведомства сегодня открыто критикует губернатор. Мы будем следить за развитием событий. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».